Что касается убийства Алексея Навального, ну, совершенно очевидно, что он его убил. Почему именно сейчас? Первый вопрос, да, на ваш личный взгляд, потому что нам обещает, сегодня выступила Юлия Навальная, которая, по-видимому, возьмет непосредственно на себя руководство политическое ФБК, это, видимо, все-таки наследство такое, в общем, Алексей завещал ей это сделать, я уверен, вот. Она заявила и показывала, что в 22-м году его видела в последний раз, после этого она не видела до 24-го года. И, тем не менее, она сказала, что она знает, кто убийца и почему об этом будет обнародовано именно сейчас убили Навального. Я высказал версию, что велись, видимо, переговоры все-таки об обмене Гершковича на одного из, находящегося в берлинской тюрьме Красикова, убийцу Тангашвили. И я так понимаю, американское руководство пыталось в довесок к Гершковичу забрать Навального. Это логично. А теперь, когда он убит, вот уже отдавать не надо. Потому что скажешь, ну, что же мы сделаем, он умер. Вот. Ну, потому что за убийцу фактического Красикова, значит, менять, извините, журналиста Гершковича, которого Эвана Гершковича обвинили в шпионаже, и диссидента Навального, ну, такое себе, да, на весах, вполне допустимо, в принципе, в логике взаимоотношений с людоедом. Вот у меня вопрос. Вы-то как видите эту ситуацию? Вы, во-первых, какую видите причину, почему именно сейчас? И второе, вот уже говорили о Байдене, который говорил, что если Навальный умрет в тюрьме, вот, там, три года назад он об этом заявлял, мы вот, такой вот реакция будет невероятной для Путина. Ну, вот, убили его, и реакции пока, во всяком случае, я уж не знаю, может, завтра что-то произойдет, но пока ничего такого сейчас нет. Вот два вопроса, как вы видите, особенно важно, потому что по реакции станет понятно, если можно убивать, и за это тебе ничего не будет, то есть никто его в ответ не убьет, или там еще что-нибудь не делает, ну, так дальше будут убивать, это же логично. То, что произошло однажды, то, что повторится дважды, произойдет и трижды, и больше раз. Вот о чем речь. Ну, это совершенно справедливо, это ваше рассуждение имеет отношение к центральному, центральному тезису российской пропаганды. Они же все начали в один голос орать, Путину невыгодно это. Ну, мы же слышали это. Путину невыгодно убийство Политковского, Путин был взбешен, когда узнал о убийстве Политковской. Путину невыгодно было убийство Немцова, Путин был взбешен, когда узнал о убийстве Немцова. То же самое, просто повторяется основание. Но люди и не понимают, и сознательно не хотят понимать психологию серийного маньяка-убийца-садиста. Давайте рассмотрим такую более массовую категорию убийц, не главы государств, но такие обычные маньяки типа лондонского потрошителя. Ведь что показательно во всех этих случаях? Даже рискуя разобращением, они стремятся к публичности своих преступлений. Им доставляет этим маньякам особенно большое удовольствие даже не сам процесс убийства, а понимание того, что я, я, я вот это убил. И для Путина, конечно, особенно его положение человека безнаказанно, но это же характерно. То есть это не рациональное, а именно... А это рациональное, рациональное, эмоциональное поведение вот как раз этих маньяков. Особое удовольствие он испытывает даже не от физических страданий или умышлений жертвы, а от того, что вот все знают, что я вот очень хорошо по этому поводу сказал замечательный п***бол небезня, обсуждая какое-то очередное преступление российской власти. Он сказал, вы это никогда не докажете. Вот это основной мотив российской власти. Они же не скрывают, что... Вспомните гибель малазийского Боинга. Они не скрывали его. Они кричали на весь мир. Да, мы это сделали. Как это они делали? Ведь когда они выдвигали другие версии... Ну, я помню, меня даже поразило первый раз. В одном и том же телевизионном сюжете сначала пять минут они доказывали, ссылаясь на какого-то испанского диспетчера, что сбил Боинг украинский пилот, а потом какой-то институт Академии наук доказывал, что сбила украинская ракета. Все это им приятно было кричать. Да, мы сбили, и нам ничего не будет. И вы никогда не докажете. А Путин сейчас, когда у него... Вот когда стал самый острый момент дискуссии и в Соединенных Штатах, и в Европе о противостоянии путинскому режиму, о том, оказывать помощь Украине или продолжать ту же мутную историю, чтобы только что Украина не проиграла, а после что добиваться, чтобы не проиграла Россия, ему надо было показать, а я никого не боюсь, я все... Вот он вызвал выступление сенатора Венса на конференции. Это то, чего он добивался, что перед нами восточный левиафан, с которым мы ничего не можем сделать. Вот именно этого он действительно добивался. А кроме того, это эмоционально очень приятно. Очень приятно. Убить врага и наслаждаться безнаказанностью, и по существу не скрывая кричать, да, я его убил. Ну, тем, что они не выдают тело. Их могли бы все организовать... Слушайте, могли бы все организовать гораздо более грамотно, организованно. Могли бы умертвить таким способом, чтобы можно было тело выдачить через день или два. Нужно же специально поиздеваться. Я могу убить. А вы все проглатите. Ну, а вот проглачивание, процесс проглатывания Байденом, и вот это прежнее заявление о том, что будет реакция такая, которая будет невероятной. Слушай, я тут посвятил 20 минут о том, что рассказывал, какой Трамп негодяй, и что он действительно лично, прежде всего, виновен в гибели тысяч, а может десятки тысяч военских солдат, потому что у них нет действительно элементарных снарядов и муниций. Но это не отменяет, Марк, наши с вами двухлетние критики Байденовской аниментации за промедление, за промедление с этой помощью. За нерешительность, за слабость. Мы же видели. Кстати, вот сейчас я повторю твой тезис, я разбиваюсь в своих последних статьях на Каспаро Фроу, что по существу крах вот этой двухпартийной системы американской политической. Сейчас нет в Америке демократической и специалистической партии. Острейший вопрос – это ответ Америки, ответ свободного мира на ту мировую войну, которую объявили из силы зла. Это Путин и это Иран, окруженный своими террористическими организациями. Вот по этому вопросу существует две партии с другим названием. Это партия капитуляции и партия победы. Партия капитуляции – это трампистское крыло республиканской партии, плюс леворадикальное крыло демократической партии. Все эти носители Vox и Deology, слава богу, они не очень сильно представлены в Конгрессе. У них другой инструмент. Они фактически владеют всей так называемой качественной американской прессой. Поэтому Washington Post, New York Times, все эти прессы, она полна антиукраинских статей. И не таких, они как бы симпатизирующие Украине, но внушающих украинскую обществу мысль, что Украина теряется интерес на Западе, до Украины никогда не сможет победиться на Россию и так далее. Но приводящее к тем же выводам – давайте договариваться, давайте прекращение огня и после чего капитуляция Украины. Но сегодня мы вряд ли этому делим внимание, но особенно активно вот это капитулянское крыло на Израильском фронте. И Байден очень сильно сейчас перед ним прогибается, оказывает давление на Израиль с ее прекращением огня, после чего тоже капитуляция перед террористом. Ну понятно, почему. Я же еще два месяца назад сформулировал, что две миссии для одного 80-летнего человека несовместимы для Байдена. Это миссия военного вождя, лидера свободного мира и главнокомандующего в мировой войне с террористами России и Ирана, а вторая – это миссия кандидата демократов, ищущего избрания на выборах. Как вождь он должен требовать нанесения сильнейших ударов по Израилю и по России, а как демократ он должен юлить перед своим левым крылом, которое стопроцентно на стороне Хамаза. Но оно не так ярко сейчас на стороне России, но в общем-то оно просто и времени нет. Они заняты больше демонстрациями пропалестинскими, Палестина от реки до моря, свободная Палестина, без евреев. Но никакой симпатии в Украине у них тоже нет. Вот эти две партии борются. Ну вот точка дна была достигнута, повторяю, восьмого. Сейчас нарастает движение протеста. Да, вот это партия капитуляции, но есть партия победы. Это вот растущее сейчас Регановское крыло республиканской партии, и есть, я его называю Трумэнское крыло демократической партии, которые понимают, что происходит, и настроены на победу. Мне кажется, вот исход последних событий, особенно вот единодушные реакции Европы, новые демонстративные, циничные, издевательские, точно над тем же Западом преступления Путина, они дают аргументы вот этой партии победы. Ну, что можно сказать чисто технологически? Ну, каникулы кончатся 1 марта, я думаю. Я не думаю, я уверен, что при первом голосовании проект будет принят. Кстати, появилось сейчас два проекта, два варианта возможности истолирования помощи Украины. Ну, первый, это уже принятый Сенатом закон, который нужно просто проголосовать, а второе, все-таки еще снова, вчера группа республиканцев и демократов предложила новый проект закона и Сенату, и Парате представителей, но, опять же, объединяющий помощь Украине и Израилю с вопросом по границе. Там снова достигнут консенсус по границе между республиканцами и демократами. И там, ну, я хочу предупредить, чтобы они не особенно расстраивались, честно говоря, на Украине, там помощь Украине сравнена не 64, а 49 миллиардов долларов. Но почему 49? Потому что в проекте 64 на чисто военную помощь идет именно 49, а 15 идет там экономически-гуманитарная. Ну, видимо, дело в том, что с экономически-то и гуманитарной и Европа как следует справится. Да, они уже больше накидали, чем эти 14. А вот главное сохранить ядро военной помощи. Действительно, я говорю, что уже нет сомнений, и общественного мнения в Европе и в Америке, что закон о финансировании будет принять. Весь вопрос, как быстро вот эти 64, 49, более точно, миллиардов чисто военной помощи, как они быстро наполнятся вот той необходимым набором победы, а прежде всего самолетами и дальнобойными. В целом я считаю, что тенденция идет в правильном направлении, но вот после Авдеевки, Авдеевка это и гибель украинских военнослужащих. Это цена, которую Украина платит за нерешительность и непосредственность всего американского политика. Ну, хорошо, что сейчас заявление Байдена можно цитировать один за другим. Он повторяет все необходимые вещи, в том числе и об ответственности Путина. Но, во-первых, к сожалению, эти слова, прошедшие два года, не были подтверждены делами, в полном мире. А во-вторых, давайте посмотрим, как они будут подтверждены на этот раз. Продолжение следует...